Сегодня в Чувашию приехал известный писатель, журналист и общественный деятель Александр Проханов. Сейчас он состоит в одной из политических партий. Работает главным редактором газеты и до сих пор ведет передачи на одном из федеральных каналов. Но его визит в республику носит вполне рабочий характер. Он изучает состояние дел в российских регионах. А сегодня Александр Проханов встретился с главой республики Михаилом Игнатьевым. Вообще в республику Александр Проханов приезжает уже во второй раз. Писатель вспоминает, что сюда его эвакуировали во времена Великой Отечественной войны. Еще четырехлетним мальчиком. Поэтому вопросы главе Чувашии писатель задавал со знанием дела. Во время рабочей встречи зашла речь и о промышленности региона, и о демографической ситуации, и о постоянно увеличивающихся миграционных притоках из юго-восточных регионов Украины. Глава Чувашии рассказал гостю о том, что в республике на протяжении многих лет сохраняется стабильность в обществе. Хотя здесь проживают представители 128-й. Журналист заметил, что это сразу бросается в глаза. Наслышан про Ханов и о красоте чувашских женщин. Здесь он даже предложил провести ярмарку невест. Планирует открыть писатель Чувашии и региональное отделение известного на всю страну из Боргского клуба. Сейчас он объединяет ведущих экспертов. Его членами являются Нобелевский лауреат Ажара Салферов, журналисты Михаил Леонтьев, Максим Шевченко и еще более 30 человек. Сейчас они колесят по стране и изучают, какие перемены происходят в провинции. Появляясь в регионе, вот в таком составе или в другом, мы как бы даем понять региональной элите, что в стране происходят перемены, что в стране идет выстраивание новой идеологии государственной. И приглашаем их сотрудников. Боргский Александр Проханов назвал очень интересным местом и пожелал вернуться сюда вновь. Михаилу Игнатьеву писатель вручил свои книги. Спасибо.